Азиз Кудайбергенов работает на протяжении года и двух месяцев судьей в административном суде на Рынской области. Как отмечает герой репортажа, его деятельность заключается в вершении правосудия. Данный специалист должен хранить в своем уме массу законодательных норм, актов и прав. «Я считаю, что ротаться в судебной системе необходимо. Таким образом, специалист может обменяться опытом, знаниями, взглядами. К тому же искоренится система родства в отношении работы. Человек сможет сам себя реализовать без кровных уз, как было до этого». А судья Нарынского областного суда Алдаярбек Абдебеков работает в этой сфере 15 лет. Опытный профессионал на протяжении многих лет принимал решения, от которых зависела судьба человека. «Судебная правовая реформа и законодательные нормы должны касаться всех людей. Нередко происходят несправедливые случаи в обществе. Поэтому работа судей заключается в вершении правосудия и законности». Глава государства Садыр Джапаров 4 марта на 12 съезде судей Кыргызской республики заявил о необходимости ротации в осуществлении правосудия. Для обеспечения прозрачности и доступности судебного процесса необходимо активизировать работу по цифровизации судебной системы. В свою очередь ветеран-судья Бердебеки Сенбаев, вышедший на пенсию 47 лет назад, также поддерживает мнение президента. «В советское время существовал такой принцип. Судьи и народные заседатели всех судов избираются населением или соответствующими советами депутатов трудящихся. Сегодня в общественности бытует новая судебная реформа. Она заключается в ротации судей. Я поддерживаю эти рамки и считаю, что ротация необходима в судебной системе». Канболот Тутуев стал мэром Нарынской области в период масштабной ротации Акимов. Как он отмечает, этот процесс – не просто смена кадров, но и хорошая возможность в обмене опытом, знаниями и взглядами. «Я стал мэром города Нарын в рамках ротации. До этого я работал у себя на родине в Ожской области. И там я не мог в полной мере реализоваться. В обществе осталась система родства. Поэтому, если в полной мере активизируется смена органов, тогда смогут заработать квалифицированные специалисты». Согласно информации, в Нарынской области есть один областной, один административный, один городской и пять районных судов. В прошлом году было рассмотрено 5912 дел и по ним были вынесены решения. В настоящее время 70% действующих судей назначены в рамках предыдущих реформ судебной системы. Салима Дюшенбекова, Джумабай Сманалиев, СТВ, Нарынская область.